Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Юлия Великодная и в этом выпуске. В это время продолжается традиционная беседа руководителя региона с журналистами. В начале встречи Егор Борисов подвел итоги 2017 года. Сэкономить до 100 тысяч рублей в год позволит новая федеральная программа. Уникальное оборудование для работы с алмазами особо крупных размеров. В филиале компании «Бриллиант Алроса» обновили производственные участки. Перенос села Березовка Средниколымского района на возвышенное место проходит в плановом режиме. В частности, начата работа по переносу дизельной электростанции. Об этом сообщил руководитель региона Егор Борисов на пресс-конференции, которая проходит в эти минуты. Для переноса Березовки предусмотрено 37 миллионов рублей. Что касается программы переселения из аварийного жилфонда, руководитель региона сообщил, что в Якутии расселены жители 30% аварийных домов. На полную реализацию программы необходимо 100 миллиардов рублей. Также Егор Борисов коснулся темы неустойчивого роста золота, отметив, что у самих золотодобытчиков есть перспективы на ближайшие 2-3 года. Еще одна возможность улучшить жилищные условия благодаря новой федеральной программе. Жилищные кредиты под 6% станут доступными для семей, в которых в этом году появился второй ребенок. Напомню о запуске программы по субсидированию ипотеки для таких семей заявил президент Владимир Путин. Также в конце прошлого года в Москве сообщили о рекордном падении ставок по жилищным кредитам. О процентах по ипотеке в Якутии и новой господдержке в сюжете Марианы Кутуковой. Как заявили в Минстрое, за последние годы процентные ставки по ипотеке в республике снизились на 2,5 и 3%. Сегодня среднеизвешенная ставка составляет более 10%. По сравнению с 2014 годом, когда произошел экономический кризис, стоимость квадратного метра упала на 25%. Сегодня люди берут ипотеку только и покупают жилье только для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. Соответственно спрос на ипотеку и на жилье упал, и банки соответственно тоже снижают процентные ставки для того, чтобы привлечь к себе клиентов. В Якутии ежегодно жилищные кредиты берут почти 9 тысяч семей на сумму 19 миллиардов рублей. Сегодня 70% всех ипотечных кредитов приходится на Сбербанк. В августе прошлого года Сбербанк существенно снизил процентные ставки, вернув их до кризисный уровень. Поэтому у нас ставки продолжают действовать на первичном рынке от 7,4% и на вторичном рынке от 8,9%. В этом году ипотека станет еще доступнее, но не для всех. Новая федеральная программа коснется семей, у которых с этого года до декабря 2022 года родится второй или третий ребенок. Именно они смогут воспользоваться сниженной ставкой в 6% на 3 года или на 5 лет. Как вы относитесь к новому поставлению Путина? Я считаю, что это очень здорово, что сейчас могут большие льготы, как для семьи сделали, что какой-то процент может оплачивать государство. Но сейчас нужно посмотреть, как вообще будет это все влиять и действовать. Так-то для граждан надо это, это помощь государству. Потому что у нас, как вы сами знаете, цены у нас не маленькие везде. Промежуток, да, короткий. Вот это, да, конечно, печальненько. По расчетам Минстроя, новая программа позволит участникам сэкономить до 100 тысяч рублей в год. Кроме того, такие семьи смогут рефинансировать уже действующие ипотечные кредиты. Между тем, как отмечают эксперты, банкам придется более тщательно оценивать финансовые возможности заемщиков. Марьяна Хутукова, Григорий Охлопков, Иван Семенов, НВК САХА, Якутск. Управляющие компании будут штрафовать за завышенные тарифы. С этого года организацию можно наказать за необоснованное увеличение размера платы за содержание жилого помещения. Управляющая компания должна будет вернуть половину той суммы, которая была начислена сверхпричитающегося. Для этого собственнику при обнаружении в квитанции завышенных цифр необходимо направиться в адрес управляющей организации с письменным заявлением о выплате штрафа. Если факт нарушения подтвердится, в течение двух месяцев внимательному потребителю должны будут вернуть деньги. Принять собственные меры для повышения рождаемости в дополнение к уже действующим федеральным рекомендовало властям регионов Министерства труда и социальной защиты России. Согласно проекту методических рекомендаций, Минтруд предлагает ввести дополнительные выплаты для матерей, принять меры по улучшению жилищных условий, а также по созданию 12-часовых детских садов. В письме отмечается, что такая поддержка должна касаться всех семей, независимо от доходов. Плановые показатели власти субъектов страны должны определить до 2020 года. В правительстве намерены усовершенствовать механизм контроля над выплатой алиментов. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин на совещании, посвященном реализации указа об объявлении десятилетия детства. Руководитель ведомства не стал уточнять, как именно планируется разрубить алиментный узел, но отметил, что сейчас есть масса предложений на этот счет. Теперь предстоит их проанализировать и сопоставить с финансовыми возможностями государства. Более 5000 детей этой осенью пойдут в первые классы столичных школ. Такое количество мест запланировала городская администрация в учебных заведениях. Запись ребенка в школу с недавних пор проходит в электронном виде. Однако напряженная обстановка с переполненностью школ сохраняется. Саргалана Захарова расскажет подробнее. В школах Якутска сегодня обучаются больше 40 тысяч детей. При этом общее количество мест, на которые рассчитаны здания учреждений, в два раза меньше. Всего около 20 тысяч. И с каждым годом проблема становится только острее. По предварительным прогнозам в первый класс должно пойти больше 5000 первоклассников. А заканчивают 11 класс в этом году и освобождается мест всего 1890. В этом году вместе с тысячами своих сверстников впервые в школу пойдет и Андрей Игнатьев. В какую школу ты собираешься, Андрей? 26-я. 26-я школа одна из центральных в столице и, как правило, одна из переполненных в классах учатся в среднем по 40 детей. И это не может не сказаться на качестве образования. Это очень проблематично, я считаю, потому что, когда очень много детей, невозможно для всех уделить внимание. Мне кажется, что родители уже заранее до школы должны были подготовить своего ребенка. Проблема нехватки мест в школах еще пару лет назад вынуждала родителей будущих первоклассников сутками дежурить у ворот в учреждении. Все для того, чтобы попасть в списки принятых детей. Сегодня эта необходимость отпала. Ребенка можно записать, не выходя из дома, через портал управления образованием. Запись на следующий учебный год откроется уже 20 января. В течение 14 дней после подачи заявления родителями в школе обрабатывается заявление школьной комиссии. И родители приглашаются в школу в определенный день. Для подтверждения данных электронного заявления с оригиналами документов. Отметим, что запись пройдет в два этапа. В конце этой недели она откроется для 11 школ, таких как Классическая гимназия, ЕКГАТА, САХА Корейская школа, САХА Гимназия, Политехнические лицеи средней школы номер 1, 5, 16, 17, 31 и 33. Остальные начнут прием с 27 января. Разделение происходит специально, чтобы избежать перегруза и сбоев программы. Сарглана Захарова, Марьяна Кутукова, Василий Слепцов, НВК САХА, Якутск. Между тем, школьники активно пишут заявления на единый госэкзамен. Выпускники этого года подают заявления в свои школы, а выпускники прошлых лет в места регистрации ЕГЭ, которые утверждены для каждого региона. Русский язык один из двух обязательных в школе. Высокобальников на ЕГЭ по русскому языку, как правило, примерно 25%. Математика – второй обязательный предмет – количество. Стабальников по математике гораздо меньше, чем по русскому языку. В прошлом году только 45% тех, кто выбрал базу, сдали экзамен на пятерку. Среди предметов на выбор – история, общество знания и биология. К 1 февраля выпускники должны определиться, какие выпускные госэкзамены они будут сдавать. В филиале компании «Бриллианты Алроса» обновили производственные участки и закупили уникальное оборудование для работы с алмазами особо крупных размеров. Как изменится работа экспертов и огранщиков предприятия и окупится ли вложение в технику, расскажет мой коллега. У Дины Швецовой в работе очередной крупный алмаз. Эксперту нужно решить, сколько бриллиантов и какого качества будет делать из кристалла огранщик. Ошибаться нельзя, цена слишком высока. Чем камень крупнее, тем больше вероятность, что в нем больше дефектов. И каждый этот дефект может изменить стоимость будущего бриллианта на миллионы. Плюс-минус. Поэтому это очень ответственно. Над крупными алмазами эксперты предприятия «Бриллиант Алроса» в последнее время работают все больше. Фокус на производстве особо крупных и цветных бриллиантов – это часть обновленной стратегии подразделения. Есть уже и первые плоды такой работы – коллекция «Династия». Огранщики предприятия сделали пять идеально чистых, уникальных бриллиантов из одного алмаза весом в 179 каратов. Мы действительно два года назад приняли такое решение, что нужно усиливать концентрацию на этом сегменте рынка. Мы это делаем, мы меняем оборудование, перевооружаемся, делаем производство таким, как оно должно быть для того, чтобы работать с такими крупными камнями. Потому что это своеобразная работа, это работа, отличающаяся от работы с регулярным сырьем. Работа с большими камнями требует больших расходов. Нужно специальное оборудование, оснастка. Но простейший пример – камни более 100 каратов не поместятся в обычный стандартный сканер. А значит, рассчитывать будущие бриллианты, искать дефекты камня придется вручную. Чтобы производство больших бриллиантов не доставляло больших проблем, в бриллиантах «Авросы» присмотрели программу технического переборужения. Обновили производственные участки и закупили уникальное оборудование. Маркировка одной из навидок – XL подчеркивает. Эта техника для камней покрупнее. В установку легко поместится алмаз с куриное яйцо до 1000 каратов. Машина сканирует камень и создает компьютерную 3D-модель алмаза. По ней-то эксперты определяют, как огранить камень максимально эффективно. Мы сейчас можем убедиться в том, что мы можем выставлять все. Все трещины, все дефекты именно в камнях такого размера. Что мы не отпилим что-то лишнее там. Что мы сделаем на несколько камней больше, чем раньше могли сделать. То есть мы теперь можем сказать, что мы можем вытащить полностью все из камня. То есть сделать максимальную прибыль, какую возможно. Установка «Сарин-ХЛ» и ряд другого оборудования в бриллиантах «Алроса» в России в единственном экземпляре. По-другому никак. Уникальные бриллианты требуют особой техники. Затраты не напрасны. Покупатели со всего мира готовы платить миллионы долларов за ту самую особую русскую огранку. Александр Шершуков, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». А вот о чем мы расскажем сегодня в вечерней выпуске новостей в 20.44. Ежегодная пресс-конференция Егора Борисова. О чем говорили руководители Якутии с журналистами. «Лада Гранта» и «УАЗ Патриот» и «Автопарк Росгвардии» пополнили новые автомобили. Жизнь в фекальных водах. Почему квартира инвалида оказалась в таких условиях? К этому часу у нас все новости. Оставайтесь в курсе событий с НВК Саха и Саха-24. Еще больше информации на интернет-портале nvk.defis.online.ru. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok